На Ренмаре сегодня весь день обсуждали тему мирового масштаба – экологическая безопасность в Арктике. В столице региона заработала двухдневная международная конференция «Экопечора-2014». Она уже четвертая по счету и проходит каждые два года. И что примечательно, только в столице Ненецкого округа. Научная площадка на этот раз собрала более 200 участников из разных стран и отраслей. Тему для обсуждения выбрали, конечно же, общую – экосистемный подход природопользования в Арктике, преимущества и перспективе. О первых результатах международного симпозиума в репортаже Олега Хатанзейского. «Экопечора», пожалуй, больше напоминает не конференцию, а большой классный час. По сути, принцип и смысл международной площадки прост. Участники приезжают со своими научными докладами, затем их зачитывают, но после самой лучшей работы направят на решение экологической проблемы в Арктике. Российские и зарубежные исследователи Арктики, представители власти, как федеральные, так и региональные, нефтяники и даже защитники дикой природы. Они собрались вместе, чтобы поговорить об экологии, а точнее о том, как ее сохранить в самых суровых климатических условиях в Арктике. Вот на сцене свой доклад представляет советник Всемирного фонда дикой природы Анна Матвеева. Тема сложная – комплексное управление морепользования, основанного на экоподходе. Проект новый, поэтому он существует пока только на бумаге. Задача – привлечь помощников для реализации. Не все эксперты, которые присутствовали в этом зале, знают о том, что происходит. То есть это функция информационная. И плюс привлечение, возможно, заинтересованных экспертов в качестве помощников для нас по этому проекту, потому что такой объем и такой проект государственного масштаба не делается только одной организацией. В числе участников много и зарубежных исследователей. В основном из северных стран. Директор норвежской компании «Поквалан Нива» Сальве Даля привез свои идеи, которые могли бы значительно улучшить экологическую обстановку в Баренцевом море. Ведь, по сути, оно общее – омывает берега как России, так и Норвегии. Как Норвегия, так и Россия планируют развивать нефтегазовые проекты на Баренцевом море и на Арктическом шельфе. И поэтому наша общая задача – делать так, чтобы не было негативного влияния на окружающую среду. Большое внимание на конференции обещают удлить недропользователям, которые работают на территории Ненецкого округа. Эксперты признаются – небольшие разливы черного топлива периодически, конечно, случаются, но последствия дается быстро ликвидировать. Впрочем, за последние годы нефтяные предприятия вооружились настолько современным оборудованием, что вред окружающей среды сводится практически к нулю. У нас законодательство все-таки стало немножко пожестче. То есть, что, ну и санкции как бы увеличились. То есть, сами, скажем, недропользователи, больше стали вкладывать в денежные средства сохранения окружающей среды. Сегодня очень жестко, в частности, органы власти округа подходят к этому вопросу. И действительно очень жесткий идет спрос к недропользователям в плане охраны окружающей среды. Экономику и менеджмент студентам социально-гуманитарного колледжа сегодня заменили международной экологией. Вместо привычных преподавателей лекции читают научные исследователи. Ребята признаются – предмет, конечно, не из простых, но нужный и полезный. А самое главное – учат беречь окружающую среду. Помочь своей стране, земле, чтобы была чище. Это надо каждому стараться для этого. И волонтерство – это прямое действие к этому. Они готовы создать волонтерский десант и помочь окружающей среде. Студенты и принимают, если не люди, то больше никто. С ними согласна Екатик Ганьон. Канадский режиссер приехала в Наринар абсолютно по другой причине, чтобы снять фильм о ненецкой земле. Но когда узнала о конференции, не посетить ее просто не смогла. Тем более в ее фильме, в частности, отразится экология Крайнего Севера. Ненецкий автономный округ является Печора, Рика. И как раз конференция очень интересна послушать, как возникает, какие способия, чтобы сохранять свою природу. Это, конечно, для меня очень интересно. Около 20 докладов и сотни предложений. Таким запомнился участникам первый день Экопечора. Завтра программа международной площадки, пожалуй, еще насыщеннее. Исследователи соберут все мнения и отзывы специалистов, чтобы подвести итоги конференции. Олег Танзейский, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.